Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Книга пророка Исаии, глава 53, стих 7. Все святые отцы и экзегеты сходятся на том, что в этом пророчестве Исаии речь идет о молчании Христа перед обвинителями. Отчего же молчал Спаситель? По мысли блаженного Иеронима Стридонского, Господь не отвечал Пилату, чтобы осужденным за нас пойти на крест. Иного мнения придерживался святитель Кирилл Иерусалимский, который полагал, что Сын Божий ничего не отвечал, поскольку знал, защита не принесет совершенно никакой пользы, ибо Он был судим врагами. Понимал Господь также и то, продолжает экзегет, что враги эти воспламенятся еще сильнейшим гневом, если Он назовет Себя Сыном Божиим, Спасителем и Искупителем Вселенной. Поэтому Он сохранял молчание, как пред ними, так и на суде Пилата. Еще одно толкование принадлежит блаженному Феодориту Кирскому. Христос явно показал, что Он был безгласен во время страданий, ибо в это время уничижения Он был яко овча, которые стригут и заколают, и оно безмолвно. При этом Он показал две вещи через сказанное – подверженность страданиям человеческой природы и бесстрастность божественной. Человеческая природа была заклана, но божественная природа выглядит в некотором смысле остригаемой от руна человечества. Шел VI век до Рождества Христова. Надежда утомившихся в вавилонском плену иудеев все таяла. Халдейские деспоты все удерживали их, а дорогой их сердцу Иерусалим лежал в руинах. Не было ни храма, ни священника, ни жертвенника, а на вавилонских золотых и серебряных богов пленники и взирать не могли, зная, что из-за идолопоклонства они потеряли родину. Молодушные говорили, что забыл их Господь, больше не умилостивиться. Но истинно верующие держали в памяти пророчество Исаии, утешавшего народ тем, что сам Господь выведет малосильный остаток, освободив его рукой помазанника своего. В книге пророка Исаии Господь приоткрыл тайну. Явится на земле особенный его служитель, отрок Божий, который возьмет на себя немощи народа и понесет его болезни. Весь народ заблудил от прямого пути заповедей Божиих, тогда Господь пошлет Искупителя, который примет на себя наказание за грехи народа. При этом он будет невероятно кроток. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. Книга пророка Исаии, глава 53, стих 7. Кто он? Народный герой? Царь? Пророк? Первосвященник? Но псалмопевец говорит, что никто из людей не может искупить ближнего своего. Брат не избавит, избавит ли вообще человек, не даст он Богу выкуп за себя. Псалом 48, стих 8. Кротко встретили смерть иудейские воины во времена Маккавеев, но искупили ли они кого-либо? Все, даже праведники, сами нуждались в искуплении, ведь Исаия сказал, все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. Но этот же пророк открыл, кто спасет Израиль. Искупитель наш, Господь Саваоф, имя ему, святый Израилев. И не только Израиль. Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Сам Господь, явившись на земле и сделавшись человеком, пойдет на истязание и смерть, кротко как овечка. Это очень понятный любому израильтянину образ, так и Иеремия говорил. А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание. Книга пророка Иеремии, глава 11, стих 19. Также он напоминает о пасхальном или жертвенном агнеце, что очевидно уместно, если речь идет об Искупителе. А агнец Божий, вземлющий грехи мира, по слову Иоанна Крестителя, это Иисус Христос. Когда диакон Филипп вышел на дорогу из Иерусалима в Газу, он встретил эфиопского вельможу, придворного Кандакии, царицы Эфиопии. Этот иноплеменник чтил Бога и пытался уразуметь слова пророка Исаии, именно то пророчество о безгласном агнце, о котором мы сегодня говорим. Филипп благовествовал ему об Иисусе, и эфиоп понял слова пророка, уверовал и тотчас же крестился. Ведь Иисус Христос и в самом деле страдал добровольно. Когда Петр уговаривал учителя отказаться от самопожертвования, он ответил, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Не открывал он уст на суде Каиафы, чтобы опровергнуть двух лжесвидетелей, так что первосвященник дивился, «Что же ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Не удостоил он ответом и Пилата, вопросившего, что есть истина. И когда первосвященники и книжники стали обвинять его во многом, он молчал, так что римский наместник сильно дивился. Не удовлетворил он и любопытство Ирода, задававшего много вопросов и требовавшего чудес. И даже тогда, когда над ним распятым уже насмехались мимо проходящие, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Господь не противоречил, а только молился, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Почему же? Потому что Бог ведал ожесточенные сердца их, «Если скажу вам, вы не поверите». И тем тяжелее была бы вина гонителей, если бы они еще раз услышали истину и не поверили. Но в то же время слово Христово обладало чудесной силой. Господь сказал в Евсиманском саду только два слова – «это Я». И гонители в страхе отступили назад и пали на землю. Мог Иисус словом привести в замешательство всех врагов своих, но не сделал этого, потому что шел отдать душу свою ради искупления многих. Молчание Господа – пример для всех нас, как учит апостол Петр. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. И если нам надлежит пожертвовать собой ради Евангелия или ради блага ближнего, вынесем это без ропота, зная, что есть на небе праведный судья. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok